До войны в деревне Упрусы жило 600 человек. В 41-м году кто-то ушел на фронт, часть жителей стали партизанами. 21 июля 42-го года в деревню пришел отряд карателей. Фашисты уничтожили почти всех. Александр Федорович Платонов знает о случившемся по рассказам жены Тони. Сам он жил в соседней деревеньке и чудом избежал расстрела. Здесь была самая первая деревня, домик был первый. Но здесь были партизаны, немного их. Когда пост был, потому что охрана была партизанская. Но они не ожидали, что будет отсюда и тени. И как они вошли, встретились. Вот тут перестрелка была. И они пошли сразу громить деревню. Люди стали разбегаться. Кто в подвал прятаться, кто куда. Они в подвал бросали гранаты. И потом еще очереди с пулеметов. Они не смотрели, живые там, не живые там остались. Двух сестер его жены тоже убили фашисты, когда те бежали в лес к партизанам. Они побежали, видно, поздно. Неорганизованно, короче говоря. Они увидали. И они их буквально расстреляли, не подходя даже к ним. Девочек похоронили под березой, которую очень любила одна из сестер. Но спустя годы дерево упало во время урагана. А вскоре через дорогу выросли новые березки. В деревне есть красивая легенда. Местные жители верят, что эти три березки выросли в память о трех девочках. Двух сестричках Маруси и Лиде. И их подружке Лене. Все они были расстреляны в тот страшный день. По крупицам собирают местные жители детали трагедии. Учитель русского языка из Брянска Тамара Волчкова от бабушки ученика узнала об истории деревни. Написала статью о гибели мирных жителей и о тех, кто выжил. Они собрались вот это утром отряды, тут окружили вот с утра фашисты. Они жили рядом. Да, и расстреляли их, девушек. Вот, и Ольга Дедкова выжила. Она потеряла сознание. Потом она пришла в колхозное поле, отползла. Каждый год в родную деревню приезжает Вера Григорьевна. Фашисты жестоко расправились с ее братом, сестрой и тетей. У нас там возле дома был большой-большой рог. Думаю, что они там типа ползают. А вот когда уже возросла, говорю, мама, что вы там делали? А там вот, ты что-то помнишь, лежала тетя наша, Коля наш и сестреночка. Они были ранены, не убиты, ранены были. И они просили воды пить. А немцы, полица, не давали. И вот они ползком их напоят. И, наверное, дня два они лежали, не давали их. Уже появились черви. А когда уже наши ушли, вот эти каратели, то наши пришли, чтобы их схоронить. То в них были головы разбиты сапогами. Тех, кто уцелел, угоняли в концлагеря. Кому-то удалось уйти в партизанские отряды. Сегодня в деревне всего семь домов. Живут в основном старики. Но к ним постоянно приезжают дети и внуки. В День памяти о трагедии собираются из разных уголков Жуковского района. Каждый год здесь проходит митинг и звучат рассказы тех, кто помнит о расстрелянных односельчанах. По инициативе стариков и неравнодушных соседей старый памятник обновили, помог Жуковский велозавод. Жители надеются, что потомки будут помнить о деревне Упрусы так же, как о легендарных Хацуни и Хатыни. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Жуковский район.